И так, значит, наше сегодняшнее занятие, часть его, будет посвящена второму методу глобального освещения. Вот это метод, который носит название Light Tracer. Напомню вам, один из способов его доступа, доступа к нему и вызова его, это главное меню рендеринг и соответствующее название команды Light Tracer. То есть вызвав эту команду, у нас, как всегда, открывается наше окошечко с настроечками рендера. Другой его способ вызова, это вот здесь вот на панели инструментов кнопочка Render Setup. Вот мы вскоре будем о нем более подробно говорить. И здесь среди большого набора закладок есть одна закладка Advanced Lighting, более сложная система освещения, где у нас как раз находится наш Light Tracer. Напомню, что тут же у нас находился и Radiosity, но так как сейчас мы вызвали команду Light Tracer, именно она у нас по умолчанию и активна, и включена. Также напомню вам о том, что Light Tracer и Radiosity не могут работать вместе, может работать или один метод, или второй. Поэтому вы должны решить, что больше в вашей сцене подходит. Или это закрытое пространство, значит это Radiosity, или если это открытое пространство, значит это метод Light Tracer. Когда он выбран, так же как обычно, так же как мы это видели в Radiosity, у нас есть параметр Active активности, который позволяет его включать-отключать, для того чтобы на время, если не нужно, его видеть результат работы, его отключать, либо же возвращать его снова к отображению. Значит сам по себе он так же как и Radiosity не применяется, то есть первоначально в сцене должны быть настроены системы обычного прямого освещения, поэтому я пока метод Light Tracer отключу, активность выключу. И давайте создадим несколько источников, которые первоначальное освещение в нашу сцену внесут. Значит первый из источников, допустим в нашем случае сейчас, это будет обычный стандартный источник, источник типа Direct, направленный, то есть он будет в нашем случае имитировать солнечные лучи. Как альтернатива этому источнику, сразу напомню, чтобы немножко освежить информацию, мы говорили с вами о том, что на последней кнопочке под названием системы у нас с вами находился Sunlight, это как альтернатива этому делу, источнику Direct, солнечное освещение, точно такая же у него задача, давать прямые лучи. Но мы пока вернемся к нашим обычным источникам и создадим здесь то, что нам нужно. Поэтому я выбираю Target Direct, нацеленный источник, соответственно располагаю его так, как нужно, выбираю его положение в сцене, такое, как нужно, у него по умолчанию, видите, довольно-таки маленький размер формы для освещения, поэтому мы особо ничего не видим. Давайте зайдем в настроечки нашего, нашей вот этой формы, нашего основания и сделаем их побольше, выставим их таким образом, чтобы они у нас охватили всю абсолютно нашу сцену. Есть. После этого можно включить тень, тень типа Shadow Map, потом, если нужно, мы сможем ее изменить, подкорректировать. Вот, зададим ей чуть-чуть больше настроечки, у нее карта по умолчанию 512, мы хотя бы 1024 зададим, потому что иначе тень будет не очень красивой. Вот, ну и сейчас давайте сделаем процесс визуализации, посмотрим, достаточно ли освещения, вот, может быть понадобится интенсивность у источника поднимать, какие-то другие параметры. В принципе, пока все неплохо, можно на этом, в данном случае, остановиться. Значит, что нам понадобится еще? То есть, сам этот метод Light Tracer, он, конечно, может работать только, например, с одним источником Direct, который у нас имитирует солнце, но на самом деле он себя очень хорошо и комфортно ощущает, и результат, да, значительно лучше, если мы к имеющейся конструкции из одного нашего источника добавим еще наш источник Skylight. Напомню вам, в стандартных источниках у нас есть источник Skylight, источник, который имитирует у нас освещение от небесного купола, то есть дает нам освещение, во-первых, со всех сторон наших объектов, раз, а во-вторых, дает еще и мягкие тени, ну, если мы их включим. Сейчас я только его в сцене создал, внес, параметр генерации тени у него пока не включен. Вот, и давайте посмотрим, достаточная ли интенсивность, или наоборот, может быть, она слишком уж будет большой. Посмотрим на результат. Сейчас довольно-таки много он дает, видно, картинка наша пересвеченная за счет того, что интенсивность нашего источника больше. Исправить это можно двумя способами. Способ первый, это либо уменьшать физически интенсивность этого источника, либо мы можем с вами, как вариант, создать контроль экспозиции. Вот тот модуль, который у нас управляет областью пересветов и затенений, он тоже может решать несколько проблем. Но мы сейчас посмотрим, что нам лучше будет применить. Я сейчас все-таки расскажу более подробно о Light Tracer, потому что внутри Light Tracer у нас есть много способов, в том числе есть способ контроля нашего источника Skylight. Поэтому давайте еще разочек к нашей вот этой базовой конструкции, обычному нашему источнику Direct и нашему Skylight, добавим теперь систему Light Tracer. Включим ее активность. Вот она у нас работает сейчас. Настройки ее пока трогать не будем, просто нажмем кнопочку Render и посмотрим на результат работы. Значит, смотрите, в данном случае что у нас произошло. Первое, ну вот этот пересвет яркий, который был у нас, пока он у нас и остался. Все-таки яркость источника нашего Skylight, который мы создали, довольно-таки большая, поэтому сцена наша пересвечена. Наш объект, поверхность пола, которая должна быть серой, здесь абсолютно белая. Вот это один из показателей того, что у нас есть пересвет. Но перед тем, как мы этот момент будем исправлять, я вот хотел вам о чем сказать. Смотрите, мы в нашем источнике Skylight не включали генерацию тени. У нас галочка была отключена. После того, как мы с вами включили модуль Light Tracer, у нас в настройках нашего Skylight вообще стали недоступны поля работы с тенью. Почему так? Дело в том, что когда работает метод Light Tracer, он блокирует тень у Skylight и позволяет сам просчитывать эту тень. С одной стороны, это хорошо, потому что мы имеем возможность получать хорошую, качественную тень, но значительно быстрее, чем это делает сам по себе Skylight. То есть Light Tracer у него какие-то более продвинутые алгоритмы, которые ускоряют процесс просчета тени. И поэтому, в принципе, когда мы с вами вместе с объектом Skylight используем Light Tracer, нам о тени вообще не нужно беспокоиться. Она у нас присутствует. И чтобы это вам доказать, я возьму сейчас вообще мой источник Direct, который у меня является направленным источником. Отключу. И выполним процесс рендера только при Skylight и только при модуле Light Tracer. То есть, смотрите, вот вокруг объекта появилась, видите, присутствует такая вот мягкая тень, полученная из-за того, что у нас Skylight освещает объекты со всех абсолютно сторон. То есть, вот как выглядит Skylight только с методом Light Tracer. Direct, когда добавляется, видите, он, конечно, суммирует к общей интенсивности свою интенсивность, и поэтому, конечно, картинка у нас отображается очень пересвеченной. Вот. Значит, как мы это дело можем исправить? Значит, как я уже сказал, у нас есть несколько способов, как мы это дело можем менять. Первый – это в настроечках Light Tracer. У нас есть некоторые параметры, которые позволяют нам работать со многими нашими вещами. И второй момент – это экспозиция. Вначале посмотрим, что мы можем, используя Light Tracer, сделать. Значит, смотрите, у Light Tracer есть несколько параметров, которые нам нужны. Здесь их много, но не все нам сейчас понадобится. Итак, самый первый параметр, о котором мы скажем, это параметр с вот таким вот названием Global Multiplayer. Так называемый глобальный множитель. Вот этот параметр Global Multiplayer – это глобальный способ понижения или увеличения яркости нашей сцены. То есть сейчас, например, это значение единичка, оно позволяет, оно домножается к текущей интенсивности нашего, допустим, там, прямого источника, директа, к Skylight, и в данном случае дает то же самое значение. Ну, 1, если на 1 мы умножим, мы 1 и получим. Ну, даже если бы у нас интенсивность была бы там не 1, а 2, 5, 10, в любом случае при умножении на единицу мы получаем то же самое число. Поэтому в данном случае, когда он стоит в значении единицы, он не работает. Но если мы, например, его поставим в значение 2, тем самым мы заставим этот множитель, двойку, умножиться на все значения, которые у нас присутствуют в наших источниках. То есть, например, для директа единичка умножится, теперь его мультиплеер станет 2, то есть он станет значительно ярче освещать. То же самое происходит со Skylight. Поэтому вот этот параметр — это способ глобально увеличивать или, наоборот, уменьшать интенсивность в нашей сцене. Вот сейчас я его увеличил, видите, сцена еще стала пересвеченнее. До этого только лишь белый, у нас пол отображался, остальные объекты более-менее читались нормально, но сейчас и они очень сильно пересвечены, и мы не видим некоторых частей даже этих объектов. С другой стороны, при уменьшении этого параметра мы можем с вами обратный эффект получать. То есть в данном случае умножитель 0,5 при умножении на это число просто разделит его пополам фактически, одну вторую от этого числа возьмет. В данном случае теперь у нас что наш директ, что наш Sunlight будет светить не со значением 1, а со значением 0,5. Потому что если 1 умножить на 0,5, вернее разделить, да, мы получим то же самое значение. Поэтому, если теперь мы с вами сделаем процесс визуализации, смотрите, наша сцена уже такой пересвеченной не будет, например. То есть вот у нас серая наша поверхность пола, таковой уже отображается. Но с другой стороны, видите, у нас сейчас явно не хватает яркости в нашем глобальном освещении. То есть вот наш Skylight совместно с Light Tracer не очень хорошо сейчас светит, потому что вот эти стороны очень темные выглядят. Вот, но тем не менее, это глобальный способ, общий способ управления всего вообще. Помимо этого, у нас есть еще один интересный режим. Здесь он отображается надписью Skylights. И это множитель, который позволяет нам, опять-таки, оказывать влияние только на источники типа Skylight. То есть если мы вообще этот режим выключим, то, соответственно, источник Skylight у нас в расчет данным методом Light Tracer не будет браться. Но он ему нужен, на самом деле, для просчета, потому что, несмотря на то, что метод включен, но без Sunlight, он дает тот же самый эффект, что просто обычное прямое освещение. Но с другой стороны, это способ временного отключения. То есть, например, если у вас там в сцене есть Skylight, чтобы не искать его и не отключать эти свойства в его настроечках, можно это быстро отключить здесь. Сняли галочку, получили результат. Вот, точно так же, как и предыдущие значения Global Multiplayer, параметр Skylights, это тоже глобальный множитель, который позволяет оказывать влияние на интенсивность нашего Skylight. То есть, если ее поставить больше, например, двойку, соответственно, эта двойка умножится на интенсивность нашего Skylight. В данном случае она единица, поэтому общая интенсивность будет 2. В результате наша картина еще будет более пересвеченной. Если же это значение уменьшать, например, в половину, то, соответственно, мы наоборот уменьшим влияние нашего Skylight и получим иной результат. То есть, вот это вот один из способов, как мы можем контролировать интенсивность. То есть, или мы с вами должны настроить баланс между нашими источниками освещения, получить нужный результат. Это можно делать конкретно в источнике, в одном и во втором. Это можно делать, используя вот эти множители. Глобальный множитель или множитель, работающий со Skylight. Или другой способ исправить эту проблему, в принципе, скажем так, раз и навсегда, это применить экспозицию. Поэтому в меню рендеринга я захожу в команду Exposure Control, контроль экспозиции. И вот здесь, в списке, какая же команда, какая экспозиция будет применяться, использую, например, там логарифм Exposure Control. Тот, который программа у нас по умолчанию и создает. Давайте сделаем рендер превью. Посмотрим на результат. Выполним процесс визуализации. Вот, смотрите, значит, наша сцена по-прежнему пересвечена. То есть, экспозиция хоть и применилась, она в общем баланс выровняла, но не совсем в ту сторону. То есть, все изображение сейчас пересвечено. Значит, давайте тогда первым делом настроим баланс наших источников освещения. Значит, прямое освещение у нас работает нормально. Само по себе глобальное, то есть Skylight, тоже работает нормально. Но когда они вместе включаются, они пересвечивают сильно сцену. Поэтому мы, я думаю, здесь воспользуемся именно как раз уменьшением яркости нашего Skylight. То есть, или выбрав его, делаем это в его мультиплеере. Или это можно сделать в настроечках нашего Light Tracer. То есть, вот здесь вот в поле Light Skylights, вот, просто поставить значение меньше. Например, там 0.8 возможно. Попробуем еще немножко меньше. 0.5. То есть, я уменьшая это значение, пытаюсь получить такой эффект, при котором у меня приоритетным все-таки является солнце. То есть, те части объекта, те стороны, которые освещаются нашим солнцем, они должны быть более яркие. Стороны, которые прямым светом не освещаются, то есть освещаются Skylight, они должны быть чуть потемнее, но не очень сильно. Поэтому вот такой вот баланс в моем изображении я и ищу. Ну, где-то, в принципе, вот так. Вот. Вот сейчас между ними баланс более-менее выстроен. Но присутствует еще одна проблема. После того, как мы применили экспозицию, у нас картинка вся какая-то сместилась в область, скажем так, серых тонов. То есть, нет таких ярких контрастных участков. Вот какая-то она скучная. Вот давайте посмотрим, как это мы можем исправить. Значит, один из вариантов. Мы можем пойти в настройки непосредственно этого способа и перебрать здесь разные значения. А как другой вариант, заодно можно и посмотреть, можно попробовать другие способы работы с нашей экспозицией, посмотреть, что она нам будет давать, что другие алгоритмы, другие способы будут давать. Может быть, нам даже и не придется перестраивать какие-то настройки, а вполне подойдет, скажем так, список настроек по умолчанию, список параметров по умолчанию. Линейно и сильно-сильно все темнит. Это вообще какая-то у нас специфическая экспозиция. Ладно, вернемся тогда к логарифмической. Сделаем рендер сейчас еще разок. Вот так. Так, значит, давайте сделаем таким образом, чтобы сейчас не угадывать эти настройки, не крутить вручную, сделаем так. Так, я сейчас вообще Skylight возьму, отключу, попробую сделать рендер только при прямом освещении. Посмотрим, какой будет результат. Очень часто, когда у нас появляется экспозиция, нам приходится интенсивности наших источников поднимать значительно больше. В данном случае не очень. Сейчас я вообще на время экспозиции отключу. Вот, попробую, может, сейчас без нее. Видите, она такая, палка о двух концах. С одной стороны, иногда исправляет проблемы, вот, и решает их по-иному, с другой стороны, наоборот, создает. То есть, в данном случае, вот, мне, например, не очень понравилось то, что при использовании экспозиции у нас очень сильно картинка как-то наша обесцветилась, стала такой немножко скучной, неинтересной. Вот, вот, я поэтому сейчас отключил эту экспозицию и поднимаю больше яркость моего Skylight для того, чтобы получить нужный результат. Ну, наверное, попробуем, да, без экспозиции это дело. Просчитать. Так, вот, сейчас сделаем рендер. Ну, вот, пока при таком варианте остановлюсь. Вот, не буду пока ничего менять. Тут есть небольшой пересвет. Может быть, в будущем там чуть меньше нужно будет сделать наш Skylight. Глобальный множитель. Хотя, и так, в принципе, довольно-таки неплохой он получает результат. Тут еще сейчас у нас один момент присутствует. Это то, что у нас объекты имеют просто цвета. То есть, нет еще материалов. Вот, при наличии материалов, текстур на поверхности объектов этот баланс иногда совсем по-иному бывает перестраивается. Вот. Но, кстати, один момент, который тоже нужно вам знать, это то, что при использовании глобального освещения, вне зависимости, это метод Radiosity или это метод Light Tracer, система сводится к следующему, что чем ярче у ваших цвета объектов, тем сильнее они будут засвечиваться. Вот. Чем они более темные сами по себе, вот, тем, соответственно, меньше засвета будет от них. Поэтому это тоже момент, который можно учитывать и который тоже можно использовать при освещении. То есть, например, если у нас тут очень слишком пересвечивается наша поверхность пола, возможно, более правильным решением будет использование, например, вместо серого, там, более темно-серого варианта. Вот. Тогда он даже там при текущих существующих настройках не так сильно будет подсвечиваться. Вот. То есть, видите, здесь очень многие факторы играют. Значит, давайте пойдем дальше. А какие еще параметры довольно-таки важны в системах глобального освещения? Значит, самым, пожалуй, основным параметром по важности, потому что глобальные настройки множителей, это параметры, которые больше работают с интенсивностью наших источников, позволяют их усиливать, либо, наоборот, ослабевать. А вот параметр, который отвечает как раз за результат работы модуля Light Tracer, один из важных параметров, это параметр с вот таким вот названием Bounces. Параметр Bounces определяет количество отскоков. То есть, сколько раз наши лучи будут отскакивать от поверхности объекта. При значении ноль, который стоит по умолчанию, фактически отскоки не используются. Поэтому результат работы глобального освещения, то, что мы сейчас видим, это просто-напросто обычный Direct и обычный Skylight. То есть Light Tracer, как таковой, в данный момент у нас еще не использовался. Да, он был задан, он там усиливал наше освещение, но как такового глобального освещения не было. Поэтому, если мы хотим его увидеть, нам параметр Bounces отскоки нужно поднимать, то есть хотя бы там до единички, до двоечки. С одной стороны, чем этот параметр выше, тем, соответственно, больше отскоков. И это значит, что больше информации для просчета глобального освещения. В результате ваша картинка будет более насыщена глобальным освещением. С другой стороны, чем больше эти подъемы, тем больше и процессору приходится трудиться для того, чтобы все это просчитать. Поэтому давайте пробуем поднять его вначале в значении единичка. Нажать рендер и посмотрим на результат. Вот смотрите, время, которое затрачивается на визуализацию, уже стало больше. До этого было 10 секунд, сейчас стало 16, видите. Но с другой стороны, наши вот эти стороны, которые до этого были более темные, сейчас выглядят светлее, потому что частиц стало путешествовать в нашей сцене больше, и, соответственно, они стали чаще значительно попадать на невидимые стороны. То есть те стороны, которые прямым освещением не освещаются. Если поднять еще выше, соответственно, еще больше будет затрачено времени, но, опять-таки, это повлияет на результат, то есть качество будет получше. Поэтому после того, как вы выставили источники освещения, настроили между ними баланс, дальше вполне бывает достаточно поднять только лишь параметр bounces, количество отскоков, поднять его хотя бы до единицы, а лучше там, как минимум, до двойки. Дальше можно увеличивать, но, опять-таки, это все будет активнее вести к увеличению затрат. То есть вот предыдущий кадр с двумя отскоками уже считался 22 секунды, вместо 16, которые затрагивались, которые просчитывались при одном отскоке. Но, тем не менее, это будет влиять как на время, так и на качество. Качество будет улучшаться. Опять-таки, я для того, чтобы сложную сцену сейчас не делать, взял простые объекты, которые как таковых и материалов-то даже не имеют. В будущем же, когда мы с вами будем использовать материалы, и особенно, например, сложные материалы, такие как RateRace, то, соответственно, это тоже будет активно у нас увеличивать время визуализации. Значит, еще один момент, который тоже мы можем с вами здесь применять, это вот такой параметр с названием RaceSamples. Этот параметр отвечает за то, сколько лучей выпускается в нашей сцене для того, чтобы определять вот эти самые отскоки. То есть, чем это число выше, тем, соответственно, больше лучей, тем лучше будет качество, но, опять-таки, тем больше будет затрачено времени на визуализацию. Меняя только лишь эти два параметра, вы уже можете работать с этим методом. Первое – Bounces, второе – RaceSamples, количество лучей. Для тестовых просчетов вы можете Bounces уменьшать в 0 или там в 1, и количество лучей тоже уменьшать, там 50, 100 ставить. Для более приемлемого качества вы, соответственно, должны поднимать параметр Bounces и параметр RaceSamples. То есть, Bounces можно там поднимать. Ну, не знаю, 2-3, в принципе, уже дает неплохое значение, которое даже для финальных картинок вполне подойдет. А количество лучей тоже нужно смотреть. Вот, то есть, там 300, 400, возможно, это тоже такой потолок будет. Выше тоже не стоит, потому что тратится лишнее процессорное время, а особо на качество это не влияет. Вот, вот таким вот образом. Помимо этого, есть, конечно, много других еще параметров. Например, параметр ColorFilter, который является дополнительным фильтром, который вносит определенный цвет в это наше глобальное освещение. Например, если мы там создаем какую-то подводную сцену, да, например, как вариант, да, мы можем там внести оттенки голубого цвета в наше изображение. Вот, и чем ярче, соответственно, этот цвет, тем, чем он, вернее, насыщеннее, тем больше эти цвета будут преобладать в нашем изображении. Таким вот образом. Вот, а если, например, там это сцена какого-то заката, тут, возможно, красного и оранжевые оттенки могут присутствовать. Вот здесь сейчас очень хорошо видно, вот на этом объекте, видите, появляется больше оттенков голубого цвета, нежели других. Благодаря вот этому вот фильтру, ColorFilter. Вот, поэтому вот такой вот метод, он абсолютно несложный, в нем даже значительно проще разобраться, чем в методе Radiosity. Вот, еще разочек, то есть самое главное для него что? Первое, это чтобы присутствовал, ну, если это нужно по сцене, по задаче вашей, присутствовал источник освещения прямой. Вот, если, например, вы делаете там имитацию пасмурной погоды, то тогда, в принципе, этот источник не нужен. Его можно или не создавать, или там на время отключить. Но обязательно для LightRacer нужен источник типа Skylight. То есть без него просчет нормально происходить не будет. Он будет проходить теоретически, но реально практической выгоды от этого никакой не будет. Поэтому обязательно нужен Skylight, наш небесный купол. После того, как он создан, первым делом мы выстраиваем баланс между всеми источниками нашим. В нашем случае это между нашим Солнцем и между нашим светом, идущим от неба. То есть их интенсивности нужно подобрать так, чтобы они светили в балансе. Имеется в виду, что источник прямого освещения освещал нормально, а те темные стороны, которые по умолчанию темные, должны тоже неплохо подсвечиваться, но не быть ярче, чем, соответственно, делает освещение наш источник солнечный. И после этого уже можно включить Light Tracer. Если нужно, двумя множителями мультиплеер можно усиливать или ослабевать эффект влияния наших источников освещения. После этого параметр Bounce обязательно задается, поднимается, как правило, выше нуля, потому что при нуле он фактически не работает. То есть один там для теста, два-три там уже достаточно для финального результата. Кстати, параметр Bounce один из тех параметров, который может, например, управлять тем, насколько сильно и хорошо вообще подсвечивается у вас какое-то замкнутое пространство. Ну, например, у вас есть, допустим, какая-то беседка, да, и вот, допустим, эта беседка имеет только лишь вход. То есть там по краям беседки нету, например, больше дополнительно окон. И если, например, источник освещения солнечный стоит далеко от нее, то она может быть очень сильно темной. То есть буквально сразу за входом свет будет пропадать, и дальше полная темнота. Вот один из способов, как сделать ее посветлее, так это увеличить параметр Bounce. То есть чем больше отскоков, тем больше шансов, что частицы залетят туда, в это пространство, и высветлят его там. Поэтому если что-то сильно темное в сцене, один из вариантов это увеличить Bounce. Но тут тоже нужно разумный баланс облюсти. Возможно, более правильным даже решением будет комбинация. Поставить недалеко от этой пещеры источник... О, господи, пещеры, беседки. Я вначале подумал о пещере, потом привел пример с беседкой, а в конце все-таки вернулся обратно к пещере, о которой кроме меня никто и не знал. Значит, если вот беседку нужно все-таки высветлить, да, то имеет смысл тогда, например, как один из вариантов, пустить туда больше прямого освещения. Это можно сделать, например, за счет размещения омни-источника недалеко от входа в беседку с небольшой интенсивностью. То есть, чтобы он не давал там яркое пятно, которое как бы с точки зрения там естественной жизни, да, реально непонятно откуда взялось, вот, а просто дополнял больше света. Тогда Light Tracer, уже используя это освещение, сможет усилить отскоками его и больше пустить света в это замкнутое помещение. Вот таким вот образом. Поэтому параметр Bouncers очень интересный, то есть его помощью, видите, можно увеличивать количество отскоков, а следовательно высвечивать то, что само по себе темное. Вот. Ну и как вариант, для там более лучшего рендера, тоже один из способов увеличения качества, это параметр Rate Samples. То есть, чем выше это число, тем больше частиц. А чем больше частиц и чем больше у них отскоков, опять-таки, тем больше шансов, что они со всех сторон подсветят ваши объекты и залетят даже в самые, так скажем так, темные участки вашего помещения. Вот. Поэтому двумя вот этими параметрами, Bouncers и Rate Samples, можно настраивать разумный баланс и получать довольно-таки неплохой результат. Вот таким образом. Поэтому вот как работает метод Light Tracer, и вот, в принципе, какая схема освещения очень часто используется для открытых пространств. Это самый простой был пример. Почему? Потому что очень часто бывает так, что ваша сцена может быть не такой простой, как здесь, там, несколько объектов, да, на прямом открытом участке. А объекты могут перекрываться друг другом. Вот. И вот тогда бывает недостаточно только лишь одного источника, там, имитирующего солнце, недостаточно скайлайта, например. То есть, даже вот как вариант, возьмем какой-нибудь там город, да, ну, в нашем городе это трудно привести аналогию, ну, возьмем какой-нибудь крупный город, может быть, даже где-нибудь там в Европе, в Штатах, то же самое Лос-Анджелес, да, город, где очень много высотных зданий, вот, или там Нью-Йорк, например, где присутствуют высотные здания, и они очень часто близко друг возле друга располагаются. И вот, например, если вы делаете визуализацию, там нижних этажей этих зданий, да, то, соответственно, вот участки между этими зданиями могут быть темными, потому что света туда много не проходит, источники, солнечный источник, он перекрывается, например, другим зданием рядом стоящим. Вот. И там получается темно, темно так, как будто там реально вечер или ночь уже, да, хотя у вас, допустим, там по задумке, по задаче дневное освещение, то есть там 12 часов дня. Вот. Вот один из способов усиления освещения, это просто введение источников освещения, которых там вроде бы как быть не должно. То есть в жизни у нас есть только солнце и все. Вот. А в трехмерной графике нам нужно имитировать какие-то вещи. Если где-то слишком темно, значит, первым делом там нужно расположить источник. Аккуратненько расположить его так, чтобы он давал небольшую интенсивность, легкое освещение, но наличие источника всегда усилит освещение в этой области. А уже Light Tracer его подхватит, усилит своими отскоками и высветлит то, что у вас темное. Вот. То есть тут такой вот баланс. То есть не всегда нужно там поднимать баунсы до 45, там и сидеть 7 часов ждать, пока просчитается картинка. Вот. Иногда нужно просто в каком-то месте добавить источник. То есть, например, если здесь у меня где-то слишком уж темный получается кусок, я могу здесь просто создать Omni-источник, вот, с небольшой яркостью. Возможно даже его ограничить, например, затуханием. Небольшую яркость. То есть он здесь добавит освещение, и уже Light Tracer подхватит это освещение, отскоками усилит и высветлит эту сторону. Она не будет такая темная, какой в принципе могла бы быть. Вот. Это тоже один из способов. То есть не всегда вот такая комбинация, одно солнце, один Skylight и Light Tracer дают хороший результат. В большинстве случаев да. Но иногда, если что-то где-то уж слишком темное, значит не бойтесь, смело вводите туда источники освещения, помогайте Light Tracer в просчете. То есть добавляйте туда прямое освещение. Там, где есть прямое, всегда проще просчитать глобальное. Если прямого нет, то не факт, что глобальные лучи туда долетят, до этого участка. Поэтому, может быть, они и темные. Вот таким вот образом. Хорошо. Это значит то, что касается вот модуля технологии Light Tracer, который у нас активно используется, вот, и с помощью которых мы можем с вами работать и получать разные результаты. Значит, по системам глобального освещения, которые у нас присутствуют в пакете 3D Studio Max, это все. То есть у нас есть только два метода, два способа, как мы можем с вами получать это освещение. Первое это Radiosity, хорошо для закрытых пространств, или частично закрытых. И Light Tracer, хорошо для открытых, или частично закрытых пространств, но не полностью закрытых. Вот, значит, то, что мы можем использовать. Как видите, и один, и второй обязательно работают с источниками прямого освещения. Без них, вот, результат может быть далек от того, который вы для себя задумали. Значит, следующий момент, о котором мы с вами скажем, уже не имеет отношения к глобальному освещению, но, тем не менее, имеет прямое отношение к системе освещения. Мы с вами поговорим о студийном, или, скажем так, о предметном освещении. То есть такая схема, такой подход в освещении очень хорошо применяется и используется для закрытых помещений, и особенно в той ситуации, когда нам нужно показать какой-то один объект. Например, там это предметная визуализация, какая-то модель бытовой техники, нужно ее визуализировать, показать, ювелирное украшение, там, не знаю, косметика, там, бутылка с парфюмерией какой-то. То есть нужно только конкретно вот этот объект подать, ничего больше вокруг не нужно. Вот тогда удобнее использовать чуть другую схему освещения. Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Так, и так, значит, немножечко относительно системы такого студийного освещения, значит, которая, как мы уже сказали, хорошо подходит в основном для визуализации объекта либо объектов. Она очень часто даже, в принципе, не требует использования систем глобального освещения, очень часто можно только лишь, используя обычное прямое освещение, уже получать результат. Поэтому мы рассмотрим именно такой вариант, а дальше, если нужно, посмотрим, как сюда, там, для улучшения результата можно подключать еще и глобальное освещение, если мы этого захотим. То есть в данном случае моя геометрия выглядит вот таким вот образом. У меня несколько объектов, три чайника, и вот такой вот цилиндр. Значит, цилиндр у меня стеклянным объектом является, это чайник, он у меня отражающий, вот, отражает объекты, это, соответственно, обычная текстура дерева, это самосветящийся объект, вот, таким вот образом. Значит, сейчас, в принципе, никакой системы освещения здесь не выставлено, никакие методы не используются, если сделать процесс визуализации вида из камеры, то вот сцена наша вот таким вот образом выглядит. То есть отсутствуют тени, непонятное дело, потому что они работают с источником освещения, его пока нет. Вот, поэтому картина такая вот. Значит, вот этот вот plane, который лежит в основании, он, используя модификатор бэнд, вот так вот загнул для того, чтобы получить там плавный переход, вот, чтобы, скажем так, линию горизонта скрыть. Вот, но это дело, в принципе, не обязательно. Итак, вот здесь как раз мы с вами посмотрим, как то самое вот объектное либо студийное освещение делается. Значит, здесь нам понадобится несколько источников. Как правило, начинается с одного стандартного основного источника, который будет давать нам основное освещение. Я в данном случае возьму источники типа Spot, прожекторы, потому что они имеют ограничения, я его могу ограничить так, как нужно мне, и тем самым получить нужный результат. Итак, давайте создадим этот наш прожектор, приподнимем его так, как нужно, и поставим его так, чтобы он у нас отображал то, что нужно. Сейчас на время, вернее, для того, чтобы ускорить процесс визуализации, потому что мы сейчас отстраиваем с вами освещение и прочие другие эффекты нам не нужны, я отключу мои отражающие материалы, вот, тем самым в скором времени об этом будем говорить, тем самым у меня картинка значительно быстрее будет считаться, хотя и нормального полноценного отражения на объектах и преломления не будет. Но мне сейчас это и не нужно, моя задача сейчас освещение настроить, к этим эффектам я могу вернуться уже в самом конце. Значит, вот, как у нас расположен наш основной источник освещения, значит, у него задана интенсивность, вот, поставим ее, наверное, в единичку, обычный белый цвет будет использоваться, можно ему включить генерацию тени, чтобы сразу поднять реализм, чтобы наши объекты четко приземлились и было понятно, где они у нас находятся и какой дают результат. В настройках нашей тени вот, мы тоже ее качество поднимем, хотя в этом до 1024. Есть, вот пока как выглядят наши объекты. значит, я пока останусь при освещении в единичке, потому что сейчас будут появляться другие источники и вот тогда, возможно, нужно будет баланс между этими вещами отстраивать. Пока, в принципе, оставим единицу, посмотрим на результат. Значит, единственное, что я еще здесь делаю, так это включу этот эффект затухания. Здесь он будет играть только мне на пользу. Вот, расположу его там, где у меня этот мой источник освещения пересекается с объектами. И, соответственно, вот как он у нас, как будет выглядеть наше освещение. То есть, сейчас все понятно, прямое освещение светит, то, что освещает, освещает, остальные части, соответственно, у нас темные, не освещены. Так вот, система студийного освещения очень часто называется еще трехточечной системой. Она не всегда может содержать только три точки, три источника освещения, их может быть и больше, но есть такое классическое понятие, вот как трехточечная система. Что она из себя представляет? Она представляет три источника, которые работают вместе и позволяют тем самым осветить объекты со всех сторон. Первый источник освещения, который используется, это источник основной. От этого источника, как правило, идет основной с точки зрения яркости и интенсивности цвет. Основной цвет задается именно у этого источника. Это может быть желтый, если оттенки нужно вносить. В нашем случае это белый будет цвет. И он же, как правило, дает генерацию тени, этот источник. Можем даже в его названии внести эту информацию, например, Main Spot, назовем так его, то есть главный наш прожектор. Вот он выполняет свою одну роль, дает основное освещение. После этого, как правило, создается еще один, второй источник, который нужен нам для подсветки вот той самой затемненной части объекта. Мой источник, честно говоря, не зря был поставлен под углом, видите, так очень часто удобно ставить для того, чтобы мы одну из сторон объекта, одну из видимых сторон объекта, вот эту, вот эту, вот эту, уже покрывали этим нашим источником. То есть, если его поставить вот так вот прямо, в принципе, это можно сделать. Но тогда, не тот ракурс, но тогда, соответственно, у нас с вами возникает вопрос в освещении и этой, и этой стороны. Поэтому очень часто этот наш основной источник выставляется не прямо, а выставляется под небольшим углом, для того, чтобы осветить одну из сторон нашего объекта. А вот для подсветки другой стороны объекта, как раз уже используется вот тот самый второй источник освещения. Я его получу на базе этого же, уже имеющегося, используя клавишу shift, скопирую его в сторону, скопирую его как копию, вот, и назову его side spot, то есть источник, прожектор, который светит у меня сбоку. Значит, сразу сделаю несколько у него корректировок. Во-первых, тень от него мне не нужна, я отключаю. То есть, задача этого источника просто давать подсветку, а не в прямом смысле показывать, что вот там физически находится источник. Поэтому после того, как отключилась тень, второй момент это блики на поверхности объекта. Видите, все бликующие объекты будут отображать столько бликов, сколько источников освещения в нашей сцене находится. Поэтому в нашем случае это тоже показатель того, что у нас есть там освещение. Поэтому давайте это дело мы с вами исправим за счет того, что в этом нашем источнике боковом, используя свиток advanced effect, вот, отключим параметр specular, который уберет блики на всех объектах, которые их могут генерировать от этого источника. То есть он в отражении, скажем так, в бликах не будет присутствовать. Вот с ним, вот без него. Следующий момент это его интенсивность. Сейчас она точно такая же, как у этого первого источника, потому что мы из него скопировали. Вот, это не совсем правильно, потому что тогда у нас получается довольно-таки плоское освещение. У нас одинаковая интенсивность и с одной и с другой стороны в результате форма объекта не так хорошо ощущается. В данном случае форму еще спасает ситуацию с формой наличие текстуры в объекте. По ней можно определить форму. Но если этого нет, то, соответственно, у нас полностью этот эффект теряется. Мы можем нашу форму потерять. Поэтому, как правило, у бокового источника освещения интенсивность берется гораздо меньше. Ну, например, где-то 0.8, там 0.7. Это тоже все экспериментально подбирается. То есть задача в следующем. Чтобы приоритетное было освещение с этой стороны объекта, но в то же самое время эта вот его сторона, которая дополнительно подсвечивается, не должна быть темной, черной такой, как она была. Ну, давайте, может быть, 0.5 попробуем сделать. То есть, смотрите, сейчас она не такая основная и в то же самое время не забирает на себя внимание. Потому что акцент больше идет на вот эту часть объекта, где у нас светит наш основной источник. Возможно, даже у него немножечко можно яркости поднять у этого нашего основного источника. Вот таким вот образом. Есть. Теперь следующий момент, который нам нужен, это его положение. Дело в том, что сейчас он скопирован точно так же, как и этот наш объект. Это тоже не совсем верно. Очень часто этот дополнительный боковой источник опускают немножечко ниже, чем наш основной источник. Это связано еще не только с той причиной, что освещение будет идти с этой стороны. Очень часто у нас вот эти у объектов противоположные стороны, для того, чтобы высветить их не только сверху, а, скажем так, и сверху, и снизу, его положение приходится задавать ниже. То есть, когда он у нас так располагается сверху, скажем так, у нас вот здесь тоже присутствует темный участок, видите. Чтобы его исправить, чтобы убрать этот участок, мы с вами опускаем наш источник немножечко ниже того, в зависимости от формы объекта, конечно, это положение может корректироваться, для того, чтобы высветить и вот эту вот сторону. Давайте посмотрим, вот как у нас без этого источника выглядит наша сцена. Вот как с использованием этого источника. То есть, вот одна, еще одна дополнительная точка освещения у нас создана. Ну, не зря эта система называется трехточечная. Как я уже сказал, здесь должно присутствовать три источника, поэтому нам с вами сейчас понадобится еще один источник освещения. Этот источник я получу на базе вот этого бокового, потому что у него уже набор параметров выключен, который нам не нужен. Поэтому, чтобы его заново не задавать, вот я возьму этот же источник. Скопирую. Этот источник называется backspot. Называется он по той причине так, что он располагается сзади объекта. Да, кстати, еще один момент. Я сейчас пока на время вот этот источник, располагающийся сзади, отключу и вернусь к этому боковому. Значит, еще очень часто у этого бокового источника меняется цвет. Значит, используется не чистый белый или там не желтый, вот в зависимости от того, какой цвет у этого источника. А очень часто в боковой свет вносятся оттенки голубого цвета. Почему так? Потому что вот этот источник, его как бы задача имитировать отскок света, то есть тот, который у нас очень часто бывает там от объектов, например, допустим, там или от небесного купола или от других объектов, и поэтому очень часто оттенок голубого сюда вносится. Но не обязательно вот такой, то есть, да, он не должен быть там слишком уж темный, хотя если там нам стилизация нужна какая-то, то пожалуйста. Вот, но немножечко-немножечко вот так, чуть-чуть его от белого отделяем. Вот, это даже дает просто небольшую интересную игру оттенков цветов. Здесь вот силуэты, наши объекты тоже выглядят интереснее. Вот, можем тут, как вариант, тоже, например, тут сделать оттенок желтого какого-нибудь цвета. Есть, вот таким образом. А вот теперь мы можем уже вернуться к этому нашему источнику, который должен располагаться сзади. Значит, он действительно физически располагается за нашими объектами. И он выполняет всего лишь одну задачу. Его задача подсветить контуры объекта, контуры объекта, для того, чтобы выделить этот объект относительно фона, отделить его от фона. Для настройки этого источника очень часто бывает удобно отключать те источники, которые мы уже с вами настроили. Потому что, когда они включены, мы с вами зачастую не будем видеть результата. Поэтому я сейчас включу только лишь источник, располагающийся сзади. И давайте пробуем сделать визуализацию, посмотреть на результат. То есть задача этого источника – это подсветить контуры объекта. Мы должны их начать довольно-таки неплохо видеть. Поэтому мы с вами сейчас здесь поэкспериментируем и с положением этого источника, и с его интенсивностью. Так, теперь давайте интенсивность. Я верну ее в единицу. Вот смотрите, да, то есть что подразумевается под словом «подсветить контуры»? Высветлить вот эти вот задние части объекта, чтобы они стали значительно лучше видны и выделились на фоне объекта. Ориентируюсь я здесь только по моему вот этому чайнику основному, потому что вот этот объект зеленый – это у меня объект самосветящийся. Он и так светится, его подсвечивать не нужно. Этот объект отражающий, он точно так же не подсвечивается. Поэтому, в принципе, вот по этому объекту. То есть вот его контуры уже подсветились. Если нужно, можно там выше поднять этот источник, чтобы он сильнее выделил эти объекты. Может быть, тут имеет смысл с положением его немного поиграть, для того, чтобы подобрать тот ракурс, при котором лучше и сильнее он будет выделять наш объект. Ну, например, вот таким вот образом. И вот теперь, когда он настроен у нас, мы можем с вами вернуть все остальные источники и дальше после этого уже посмотреть на баланс их. Потому что очень часто бывает так, что то, что мы задаем отдельно, независимо при выключенных источниках, в других ситуациях нужного эффекта не создаст. То есть вот как сцена выглядит, видите, без этого источника заднего. Вот, соответственно, как с ним. То есть он высвечивает вот эту вот часть, которую не покрывает тот наш объект. Значит, заметьте еще один момент. У меня так по умолчанию было выставлено это в силу того, что предыдущие объекты так были созданы. Источники Spot у меня не имеют жесткого контура. То есть конусы, внутренний и внешний, разведены друг от друга на расстоянии. Это сделано для того, чтобы как раз вот границу эту жесткую не получать, а получать мягкие плавные контуры. Источников много. Когда эти мягкие плавные контуры наслаиваются друг на друга, мы не видим границ между объектами. Если бы эти контуры были довольно-таки жестко заданы, то есть расстояние между ними было сведено, то, соответственно, у нас были бы вот такие вот жесткие контуры. И это тоже внесло бы не совсем хороший эффект. Поэтому здесь специально эти контуры поставлены на определенном расстоянии друг от друга, чтобы смешивание было более аккуратным. Возможно, в некоторых еще тут можно его и подстроить. Есть. Замечательно. Теперь, в принципе, мы можем уже с вами вернуть остальную всю атрибутику. Во-первых, включить эффект вот этого отражения, который временно мною был выключен. Вот я пока не буду акцентировать ваше внимание, где это я делаю. Мы в очень скором времени об этом с вами поговорим. Первый момент. А второй момент – тень. Тень у нашего основного источника мы можем поставить нужную подобающую. Это может быть или Area Shadow с параметром прозрачности, или там Rate Race Shadow, потому что у нас с вами присутствуют прозрачные объекты, и поэтому от них должна быть нормально видна эта тень. То есть Shadow Map здесь не совсем будет правильным и верным решением. Ну и теперь давайте, сохранив результат нашей работы сцену, мы с вами сделаем рендер и посмотрим на результат. То есть очень часто при использовании студийного освещения мы можем с вами обойтись только лишь одними стандартными источниками освещения, потому что не будет необходимости использовать дополнительные источники системы глобального освещения. Они, в принципе, могут здесь быть и не нужны вообще. Хотя, опять-таки, никто не мешает, если вы хотите создавать здесь дополнительные системы освещения, системы глобального освещения. Например, в данном случае это может быть Light Tracer, потому что пространство открытое, оно ничем не ограничено. Мы можем сюда, если хотим, внести еще Skylight, настроить его баланс, включить Light Tracer и получить результат. Если мы действительно смоделировали студию, то есть фактически коробку, внутри которой все это происходит, тогда больше метод радиосити будет подходить для получения того или иного результата. Но в любом случае, в принципе, чем хорошо использование таких вот источников, в отличие от систем глобального освещения, это в том плане, что время, выигрыш во времени очень большой, потому что обычное прямое освещение считается куда более быстро, нежели системы глобального освещения, особенно при хорошей, правильной настройке. На самом деле, тут трехточечная система, так называемая, она не ограничена всего лишь тремя источниками. Вы можете создавать столько источников, сколько посчитаете нужными. То есть, например, если вы считаете, что вот здесь вот с этой стороны, где в принципе наш объект не освещается, потому что этот источник светит на него сверху, вот здесь, если мы наш боковой опустили вниз, он эту часть высвечивает, здесь нет, то мы можем еще создать здесь источник, то есть взять этот боковой, скопировать, переместить его в эту сторону, поставить пониже, интенсивность подобрать и тем самым получить результат. Вот, поэтому трехточечная система, это, скажем так, ее классический вариант. Три источника освещения. На самом деле, их может быть столько, сколько вам нужно. Там и 4, и 5, и 8. В общем, все зависит от того, насколько сложный объект. Иногда объект может иметь сложную форму, и обычный источник в своем одном положении просто не высвечивает все, что нужно на поверхности объекта. Можно вводить дополнительные источники, столько, сколько посчитаете нужным. Но система, в общем, сводится к тому, что обычно, как минимум, у вас есть первая, основной источник, который дает тень и оставляет блики на поверхностях объекта. У вас есть боковая подсветка, которая высвечивает ту сторону, которая основным источником не высвечивается. Как правило, с мелкой интенсивностью и обычно с маленьким цветом. Вернее, с маленькой интенсивностью и с цветом, который отличается от цвета нашего основного источника. Очень часто это берутся оттенки голубого цвета. И очень часто используется источник для задней подсветки, для того, чтобы высветить контуры нашего объекта. Вот это минимум, тот, который нужен. Максимум ограничений никаких не имеет. Сколько угодно, сколько будет нужно, вы можете создавать эти объекты и будете получать нужный результат. То есть вот такая вот вещь очень хорошо подходит именно для объектного освещения. Просто когда у вас всего лишь один объект, вам не нужно ничего больше, только вокруг него правильно расположить источники освещения, и он уже даст очень неплохой результат. Приемлемый. И самое главное время. Самое главное это в приемлемое время. Вот это, пожалуй, основное. Вот таким вот образом. Поэтому вот это вот то, что данный источник может, данная система освещения, вот такая вот студийная, может нам дать. То есть на данный момент мы с вами сказали о трех способах освещения. Два из них мы озаглавили глобальное освещение, хотя в принципе вы их можете применять и для конкретного освещения. Значит, для освещения интерьера обычно у нас используется наше реально существующее прямое освещение. Если есть солнце, значит лучи солнца. Если внутри помещения есть источники освещения, физические модели этих источников, которые будут освещать, значит вы там создаете источники освещения, которые по своей форме им соответствуют. А после этого метод радиосити включается и настраивается его параметры для того, чтобы получить нужный результат. Если мы говорим об открытом пространстве, экстерьер, то, как правило, это солнечный источник, источник имитирующий солнце, если он есть. Возможно, такая же дополнительная боковая подсветка, либо подсветка в тех местах, где слишком уж темно. Дальше skylight и light tracer. То есть эта комбинация активно и удобно используется для открытых пространств. И студийное освещение, то есть когда нам нужно осветить, сделать освещение только лишь одного объекта, очень часто строится только лишь на базе обычных прямых источников освещения. Минимум трех. Основное освещение, боковое освещение, заднее освещение. А максимум может быть не ограничен, потому что иногда сложные формы объекта требуют большего количества источников освещения, для того, чтобы высветить все стороны объекта. Поэтому вот таким вот образом все эти три конструкции могут применяться для освещения того или иного результата. Таким вот образом. Значит, давайте сейчас мы немного времени потратим на то, чтобы вы попробовали вот с этим студийным освещением. Я сейчас вам подготовлю этот материал. Вот вы сцену эту откроете и попробуете ее проработать с нуля до получения нужного результата. Значит, последний момент, о котором я еще хотел вам рассказать. Не то, что он непосредственно самое прямое имеет отношение к системам освещения, но это полезный и удобный инструмент для того, чтобы управлять нашими источниками освещения. Очень часто в сценах бывает так, что источников освещения становится очень много. Даже, думаю, вы в скором времени с этим столкнетесь, когда будете делать свои проекты, то есть интерьеры, там кафе, у кого что, да. Там очень часто много приходится выставлять источников, которые соответствуют физическим источникам. Или это там точечные источники, или какие-то другие формы. Вот. И поэтому манипулировать ими становится сложнее. Ну, как один из способов ускорения этой работы, вы знаете, это клонирование их через инстанцию, тем самым меняя настройки одного, мы меняем целую группу. Но иногда бывает так, что некоторые источники все-таки являются копиями, и нужно их настройки менять персонально. Так вот, в пакете 3D Studio Max есть один модуль, который очень удобно, быстро, в режиме одного окна фактически, позволяет менять целую кучу параметров источников освещения. Значит, модуль этот находится в главном меню Tools и носит вот такое вот название Light Lister, то есть список источников освещения. Light Lister. Модуль несложный, он, в принципе, ничего эдакого не делает, он просто-напросто показывает список всех источников, которые есть в нашей сцене, и позволяет менять их самые часто используемые параметры. Я сейчас зайду в настройки этого окна. Вот он у нас открылся. Смотрите, имеет оно вот такой вот вид. Значит, здесь у нас, во-первых, на самом верху есть возможность выбирать, что именно мы бы хотели с вами увидеть. Параметр All Lights показывает все существующие в сцене источники освещения. Параметры Selected Lights покажут только те источники, которые физически выбраны. Кстати, вот, казалось бы, вроде сейчас из параметра стоит источник выбран, но я его не вижу. Дело в том, что это окно не обновляется интерактивно. Если вы хотите увидеть обновление, нужно нажать на кнопочку Refresh, которая обновит информацию о том, что такой источник выделен, и покажет его настройки. Либо снова вернем All Lights. Ну, All Lights, видите, он автоматически показывает. General Settings, общие настроечки, он покажет дополнительно нам настройки вот того нашего глобального источника освещения. Ну, в программе он называется глобальный. Напомню вам, в меню Rendering, в параметр Environment, вот здесь вот верхние настроечки, мы об этом будем... Ну, да, говорили о некоторых из этих параметров этого окна еще будем говорить, а вот, например, о глобальном освещении говорили. То есть, он зря здесь, конечно, называется глобальным освещением. Это иногда путаницу вносит в то, что как будто бы он имитирует глобальное освещение. Нет, я бы назвал его больше источником освещения по умолчанию. То есть, до того, как созданы какие-либо источники, он у нас является источником, который освещает нашу сцену. Так вот, в режиме General Settings мы видим эти настройки. Но обычно нам приходится чаще работать в режиме All Lights. То есть, мы видим все источники освещения, которые у нас находятся в нашей сцене, с которыми мы можем с вами работать. Значит, если какие-то параметры здесь не отображаются или не обновляются, кнопочка Refresh, вы можете их заставить заново считаться. Что за параметры? Смотрите, каждая строка соответствует одному источнику освещения. У нас есть возможность включать и выключать этот источник освещения, снимая галочку здесь. У нас есть возможность быстро его выделять. Для этого мы щелкаем вот по этой кнопке возле каждого источника, напротив того источника, который нам нужен. Мы сразу видим его параметры в нашей командной панели. Или здесь, или тут, или вот здесь. А дальше стандартные типичные настройки. Имя этого источника, где его можно не только смотреть, а и менять. Мультиплеер, интенсивность, где тоже можно не только смотреть, а и менять. Значение цвет. Параметр тень, должен генерировать или нет. Какой тип тени. Если выбрана карта, которая, тип тени, который работает с картой, например, Shadow Map, мы можем здесь с вами задавать размер этой карты. Параметр Bias, который тоже активно у нас используется в источниках и позволяет нам указывать программе, работающей с тенью, алгоритму, работающему с тенью, как он должен, от какого объекта он должен начинать генерировать тень. Sample Rage, параметр, который отвечает за размытие тени в некоторых типах теней. И так далее. Дальше параметры теней, непосредственно там размытие, прозрачность, спад и величина этого спада. То есть не все параметры, но тем не менее. Самые основные, которые очень часто приходится менять, включать, отключать, там интенсивности, перестраивать, здесь отображаются. Поэтому, если нужно, вы всегда можете вызвать это окно, открыть его и в удобном таком режиме одного окна, скажем так, менять эти параметры. Быстро, удобно и сразу они будут вносить изменения в нашу сцену. В результате вы это сможете удобно, всем этим удобно управлять. Поэтому в сложных проектах, где много источников, этот модуль является незаменимым. Потому что очень быстро, легко и просто позволяет нам перестраивать и манипулировать нашими источниками, без особых сложностей и проблем. Вот, в принципе, пожалуй, и все, что по системам освещения и вообще по теме, связанной с освещением, можно сказать. Опять-таки, это, конечно, далеко не все, что нужно для того, чтобы применять эти знания там полноценно, без каких-либо проблем. Потому что все-таки при освещении объектов не лишним будет сказать, что, наверное, каждый случай частный случай. Потому что однотипные проекты, конечно, да, одинаково делаются. Но в большинстве случаев, когда стоит какая-то задача, приходится фактически с нуля с ней работать. Вот, поэтому все эти знания каждый раз приходится применять. Но, тем не менее, у нас базовый курс. Мы попытались по наличию того времени, которое нам отведено на эти темы, разобрать их. Вот, надеюсь, что это вам будет полезно в вашей работе. Вот, ну, если такие-то будут вопросы в дальнейшем, спрашивайте, смогу подсказать, объяснить. Вот, ну, а если будет нужно, я думаю, что в скором времени будет углубленный курс конкретно по освещению, где мы ничего не будем делать, а будем только заниматься освещением, изучать разные схемы, системы, работу вот с источниками. Там уже можно будет, скажем так, конкретно в это направление, в эту область, в эту специфику уже углубиться. Значит, на следующем занятии мы с вами начнем тему визуализации, довольно-таки большую тему. Можно себе в конспекте сделать такой заголовок «Визуализация». Вот, мы поговорим о том, что это такое, как с ней работать, вот, и как с помощью визуализации мы будем многие, управлять многими вещами. Вот, в нашей сцене, потому что это этап финальный. Ну, об этом тогда мы уже скажем в следующий раз, а на сегодня тогда у нас все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!